Добрый вечер в эфире новости в студии Анна Маскаленко и в начале выпуска коротко о главном. Губернатор Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета России по сельскому хозяйству в режиме видеоселектора. В нем приняли участие ведущие аграрные регионы страны. Об этом в выпуске. Дорожные знаки для выделенных полос и запрета парковки устанавливают в Барнауле. Это связано с ремонтом путепровода на новом рынке. Подробности через несколько минут. День работников скорой медицинской помощи отмечают сегодня в России. В честь праздника в Барнауле наградили лучших врачей и фельдшеров Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета России по сельскому хозяйству в режиме видеоселектора. В нем приняли участие ведущие аграрные регионы страны. На заседании обсудили развитие агропромышленного комплекса в условиях санкционного давления. Одной из самых востребованных мер поддержки по-прежнему остается льготное аккредитование предприятий. Сегодня это важнейшая мера поддержки сельхозтоваропроизводителей отрасли переработки в условиях, когда так серьезно изменились ключевые индикаторы, регуляторы, показатели в первую очередь финансовой деятельности. На программу льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования АПК дополнительно выделено 153 млрд. рублей из федерального бюджета. Такое поручение отдал президент страны в ответ на обращение губернатора Алтайского края, возглавляющего профильную комиссию Госсовета. Увеличить сумму и возможности кредитования. Такую просьбу высказали многие регионы, в том числе агрария Алтайского края. Доступность финансовых ресурсов по приемлемой их цене – это одна из важнейших обстоятельств стабильности и текущей деятельности, и где-то даже вопросов развития. Дополнительные средства выделены на льготный лизинг сельхозтехники, поддержку хлебопеков. На льготных условиях предприятия смогут закупать упаковку для своей продукции. Проект приказа уже подготовили в Минсельхозе России. Усилится поддержка селекционно-семеноводческих центров. Но и это не все. На федеральном уровне рассматривают дополнительные механизмы поддержки АПК. Комиссия Госсовета, которую возглавляет губернатор Алтайского края, продвигает интересы аграриев. Председатель Краевого парламента Александр Романенко провел заседание Комиссии Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. Основной темой совещания стали меры по обеспечению развития экономики российских регионов, в частности, агропромышленного комплекса. Руководители региональных парламентов сформировали предложения по поддержке АПК. Они вошли в итоговое решение Комиссии Совета законодателей, которое будет направлено в правительство страны и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации. Проект и решение предлагается увеличить объемы льготного, краткосрочного и льготного инвестиционного кредитования сельхозтовопроизводителей и переработчиков. Предоставить из федерального бюджета субсидии регионам на возмещение части затрат аграриев на закупку кормов. Не только для молочного скотоводства, но и для мясного скотоводства, синоводства, птицеводства и аквакультуры. Разработать новый комплексный подход в вопросах селекции как в растеневодстве, так же в животноводстве. Еще одно предложение касается отсрочки реализации ряда мероприятий по контролю за качеством производимой продукции. Речь идет о сертификации, маркировках, нововведениях в ветеринарном контроле. Например, требования о проведении забоя животных на продажу на специально оборудованных бойнях. Напомню, нововведение встретило недовольство в первую очередь владельцев личных подсобных хозяйств. Я подчеркну, эти требования правильные и нужные. Речь идет только о временной приостановке их применения. Расширить лизинговые программы на льготных условиях в связи с увеличением стоимости техники. Также мы говорили о необходимости принятия в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства под программ по селекции и семеноводству технических овощных культур и кукурузы. В решение аграрной комиссии вошло предложение Алтайского края о приоритетном праве для местных предприятий на аукционе по аренде сельскохозяйственных земель. Речь идет о том, чтобы местные предприятия, которые успешно работают на арендованных землях, имели возможность в приоритетном порядке арендовать ее и на следующий срок. К другим темам. Дорожные знаки для выделенных полос и запрета парковки устанавливают в Барнауле. Это связано с ремонтом путепровода на новом рынке. Знаки будут сегодня устанавливаться и зачехляться. А уже с 10 мая, когда мы ограничим движение, знаки будут расчехлены. И участники дорожного движения уже должны руководствоваться данными знаками при проезде данных участков. Поэтому здесь просьба к водителям, к жителям города обратить на это внимание. 10 мая движение ограничат на проспекте Ленина от улицы Партизанской до площади Октября, почетной стороне. И по проспекту Калинина от площади Октября до улицы Цеховая, также почетной стороне. В соответствии с правилами дорожного движения, движение личных транспортных средств по выделенной полосе запрещается. С 25 мая организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Контролировать соблюдение новых требований будут экипажи ДПС. Затем в июне подрядчики проведут конкурсы и установят комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по выделенным полосам. А я продолжу. День работников скорой медицинской помощи отмечают в России сегодня. В честь праздника в Барнауле наградили лучших врачей и фельдшеров Алтайского края. Служба скорой помощи с момента ее создания стоит на передовой линии здравоохранения региона и страны в целом. От ваших профессиональных действий, от вашего умения быстро принимать решения, зависят жизни и судьбы жителей Алтайского края. В регионе работают 243 выездные бригады скорой помощи. В них больше 600 медицинских работников. Почти 100 сотрудников сегодня отметили наградами федерального, краевого и городского уровней. Я пришла на скорую помощь работать 28 лет назад. И ни дня не пожалела о выбранной профессии. Я чувствую себя на своем месте. Это не рутинная профессия. Здесь я постоянно в движении нахожусь. В Алтайском крае сформировано три станции скорой медицинской помощи. В Бийске, Рубцовске и в Краевой столице. Еще работают 54 отделения в малых городах и райцентрах. Самое важное, я считаю, что это, конечно, работа скорой медицинской помощи. Потому что от них зависит, от их слаженной работы, от их опыта, зависит дальнейшие действия, дальнейший исход заболевания пациента. Всего за прошлый год бригады скорой отработали больше 800 тысяч вызовов медицинской помощи. Выставка детской фотографии открылась сегодня в Художественном музее Алтайского края. На открытии моя коллега Юлия Шеламова. Сейчас она на прямой связи со студией. Юлия, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Анна. Фотовыставка 50 на 50 завершает цикл праздничных мероприятий, посвященных юбилею детской школы искусств номер 6. Детской школе искусств в этом году 50 лет. Отсюда и название 50 на 50. Какие фотографии вошли в выставку, узнаем у преподавателя Романа Рабальченко. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вообще существует отделения фотографий в ДШИ номер 6? Ну, девятый год уже заканчиваем. Именно отделение фотографии. Не отделение, а отделение художественное, а курс фотографии. И вот на курсе какие есть дисциплины у ребят? Ну, кроме техники и технологии фотографии есть еще живописи и рисунок. Мы посчитали, что так и лучше люди будут работать и с цветом, и какие-то навыки получат. Поэтому вот еще дополнительно эти специальности. Получается, какое-то начальное художественное образование перед фотографией ребята получают? Не перед фотографией, а параллельно с фотографией. Одновременно обучаясь фотографии, еще и рисунок и живопись. Композиция, немного цветоведения. Рисунок. Это выставка ретроспективная. Какие работы сюда вошли, как отбор производился? Ну, сначала мы в школе отобрали работы вот за эти 8 лет, которые были с нашей точки зрения. Говорили, что по тематике работы в основном будут касаться нашей школы. Потом предоставили возможность отобрать работникам музея из того, что взяли мы. Но вот сразу было известно, что будет 50 фотографий. Работники музея отобрали именно 50 фотографий. Но по ходу решили, что лучше немножко расширить границы и добавили еще работу пейзажного плана. То есть что по жанрам в итоге получилось? В итоге это репортаж, жанровый портрет и пейзаж. А есть ли какие-то возрастные ограничения для посещения вашей выставки? Нет, может приходить с ребенком любого возраста, 0+. Спасибо большое, Роман. Поздравляю еще раз с юбилеем. Подробности об открытии выставки мы расскажем в следующих выпусках новостей. А сейчас я передаю слово в студию. Анна. Юлия, спасибо. Будем ждать вас в редакции телеканала. Какой вклад внесли железнодорожники в победу в Великой Отечественной войне? Обсудили в Новоалтайске накануне Дня Победы. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай провел урок мужества для студентов. Подробности далее. Лето 1941 года. 20 тысяч сотрудников Западно-Сибирской железной дороги призвали на фронт. Но многих демобилизовали этой же осенью. Стальная артерия нуждалась в специалистах. От этого зависел исход Великой Отечественной войны. Какой ценой нам досталась победа, рассказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, студентом филиала Сибирского госуниверситета путей сообщения. Строились так называемые ракадные железные дороги, благодаря которым, даже по воспоминаниям нашего великого военачальника, полководца Георгия Константиновича Жукова, не могла бы состояться, ну, например, победа в Курской дуге 1943 года. Именно железнодорожники обеспечили, построили, кстати, ракадную железную дорогу, протяженность которой 400 километров. Причем построили они ее в рекордно короткие сроки, за месяц. Строили под обстрелами авиации фашистской Германии. Много железнодорожников погибло при исполнении. А тем временем в тылу трудились подростки, женщины и старики. Они пришли на смену ушедшим на фронт мужчинам. Александр Грицай представил студентам фильм с воспоминаниями железнодорожников, ветеранов Великой Отечественной войны о тех временах. Они доставляли уголь, работали круглыми сутками, месяцами. Это было тяжело, но у них был дух, который их продвигал, который делал сильнее. И это достойно уважения, я считаю. И память должна быть вечной. Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги ежегодно накануне 9 мая проводят уроки мужества для школьников и студентов, чтобы новое поколение помнило, какой ценой стране досталась победа. Егор Матаев, Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости. Всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию проходит в Барнауле. Участники разных возрастных категорий борются за первое место в кроссе в ленточном бару. Подробности у Анастасии Целовальниковой. Надежде Леус 17 лет. Больше половины своей жизни она занимается спортивным ориентированием. Привыкла и к бегу на длинные дистанции, и к частым соревнованиям. Сегодня Надежда представляет Красноярский край на Всероссийском чемпионате по спортивному ориентированию «Сибирский Азимут». Он проходит в Барнаульском ленточном бару. Мне все понравилось. Мне всегда соревнования нравятся. Ну, это опыт, в первую очередь, получает эмоции всякие, общение с людьми, вот эта дистанция, вот этот адреналин всякий получающий. Надежда – одна из 370 участников кроссов, представляющих 15 регионов России. В соревнованиях участвуют мужчины, женщины и дети в разных возрастных категориях. У каждой группы свой маршрут и свои контрольные точки, которые необходимо пройти для победы. Дистанция тоже выбирается в зависимости от возраста. Мужчин сегодня дистанция 7,5 километров, 18 контрольных пунктов. Ну, практически, если ты находишь один контрольный пункт, это как бы одна мини такая победа, да. Ну, а вот таких надо контрольных пунктов по заданным направлениям собрать 18, ну и получше времени у нас выявится победитель. Каждому спортсмену выдается карта, компас и специальный чип, которым нужно отмечаться на контрольных пунктах. Также вручают легендницу с подробным описанием этих точек. По словам организаторов чемпионата, эти предметы могут помочь не хуже современного GPS. Даже по грибы пошел человек, он уже, если имеет какое-то ориентирование, понятие, он не забудется. В армии она пригодится. Так что спортивным ориентированием надо заниматься. Победители в кроссовых дисциплинах определят уже сегодня. Кстати, на этой площадке сейчас проходит не только Всероссийский чемпионат. Здесь за победу в спортивном ориентировании борются и участники региональных соревнований Кубок Алтайского края. Анастасия Соловальникова, Илья Алексеев. Новости. На этом пока все. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok